Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 июля, неделя пятая по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает празднование Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская икона Божией Матери по преданию – одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукови. Тихвинская икона Божией Матери относится к иконографическому типу изображения Богородицы, носящему название Адегитрия, характерной особенностью которого является общение Пресвятой Девы с Младенцем Христом, их обращенность друг к другу. Изображение Богоматери – поясное, младенец сидит на левой руке матери. Ноги младенца согнуты в коленях, и его правая стопа находится под левой. В левой руке он держит свиток, правый благословляет. Изображение Богоматери на Тихвинской иконе практически идентично Смоленской иконе Божией Матери, главное отличие – в наклоне головы. В V веке из Иерусалима Тихвинская икона была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году за 70 лет до взятия турками Константинополя икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, однажды ввиду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки на много превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбова в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главную поруку мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем, по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Так, с начала XVII века началось всероссийское почитание Тихвинской иконы Божией Матери. В XX веке, в годы лихолетия и жестоких гонений на Церковь Божию, монастырь был закрыт. В 1944 году будущий архиепископ Чикагский им. Неаполиски Иоанн Гарклавс и мирянин по имени Сергий, впоследствии его приемный сын, спасая чудотворную Тихвинскую икону, увезли ее в Европу, а затем в Соединенные Штаты Америки. Перед своей кончиной в 1982 году архиепископ Иоанн завещал своему приемному сыну, протеерею Сергию Гарклавсу, заботиться об иконе Богородицы Тихвинская и вернуть ее России тогда, когда в стране изменится отношение светской власти к Церкви и будет восстановлен Тихвинский монастырь. Торжественное возвращение святыни произошло в 2004 году. 8 июля 2004 года, после 60-летнего отсутствия, святыня вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который избрала для своего постоянного пребывания шесть столетий назад. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, чествуется обретение мощей преподобного Тихона Костромского Чудотворца, празднуется принесение мощей преподобного Нила Столобенского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Георгия Степанюка Пресвитера, совершается празднование иконам Божьей Матери, Лицкая Римская, Нямецкая, Адигитрия, Седмиезерная. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok